Всем привет! Сегодня в Китае праздник, который называется Туангуте или праздник драконьих лодок. И мы сейчас едем к семье моего мужа праздновать. И что вы там будете кушать? Как это называется? Джонси. В общем, я покажу, что это такое. Это по традиции нужно есть в этот день. А вот как раз на подносах блюдо, про которое я вам говорила. Джонси. Мы сейчас покупаем завтрак и обычно это соевое молоко и хлеб. Мы, кстати, живем вот в этом доме. Он старый, но довольно удобный и просторный. Очень много машин здесь всегда, поэтому остановить довольно сложно. Найти место и остановить машину. А здесь ресторан очень вкусный. Мы тут часто обедаем, мы ужинаем. Очень много кафе рядом разных. Вот наша машина. Сейчас мы поедем в гости. На завтрак мы купили соевое молоко и хлеб мантол. И сейчас я это буду кушать. Мы подъезжаем к дому старшего брата и здесь очень много цикад. Здесь, кажется, рядом с домом старшего брата средняя школа. Прямо очень рядом. Мы во дворе. Много зелени, цветов, деревьев. Единственное, нет лифта. И живут они на седьмом этаже. И сейчас мы будем подниматься на седьмой этаж по лестнице. Совсем недавно у брата родился ребенок. Ему где-то уже около месяца. И посмотрите, какой он милый. Это джонсы, про которые я говорила в начале видео. И вот так оно выглядит. Его открывают и кушают. Внутри можно встретить разную начинку. Обычно это мясо, либо что-то сладкое. А это наш обед. Обычно обед, как в ужин, состоит из чашки супа, риса и жареных овощей, либо морепродуктов. Мы приехали в парк, потому что большой праздник. И сейчас я вам покажу это место. Запускают воздушных змеев. Видите, сколько машин. Здесь рядом есть река. Ну, или пруд. Скорее, это, наверное, больше похоже на пруд. В общем, мы тоже решили поставить палатку. Не знаю, что из этого получится. Сейчас посмотрим. Очень ветрено. Вот там есть воздушный змей. Сейчас постараюсь приблизить очень высоко небе. И вот он молодец. Все знает, как делать. Вот он, я не лягу. Это фоншамент. В общем, палатку у нас не получилось поставить, потому что сильный ветер. Скажешь? А ты снимала? Да. Побольше. Я делала побольше. А там что за здание? Вот это что за здание? Я думаю, что он что-то несет. Какую-то коробочку. Он любит камеша. Надеюсь, что на царе уйдет. А вы хотите чай пить? Открывай, посмотрим, что там. Поехали, посмотрим, что там. Собираем хворост. Удобная тележечка с вещами. А там что продают? Арбуз, да? Можно купить арбуз. А там еще продукты какие-то продают. Посмотрим. А это напиток, который называется хайшихуа из морских водорослей. Мне очень нравится этот напиток, он освежающий и вкусный. Как видите, в него добавляют уже заранее приготовленные ингредиенты и заливают сладкой водой либо молоком. А это мороженое с добавлением также морских водорослей и фруктов. А здесь готовят шашлык, мы заказали два крыла и две сосиски. Мы спросили, как работает эта печь и нам объяснили, что внизу она нагревается от газового баллона. Рядом продают игрушки и воздушный змейль. Ну а мы ждем, пока готовится наш заказ. А у нас есть огонь. Называется хайшухуа из шашлык. Куриные крылышки и такая сосисочка. Вот такое вкусное мороженое мы купили. А в этом стакане хайшухуа они похожие, но мороженое более холодное. Вечером мы поехали в другой парк, где проходили соревнования драконьих лодок. Здесь две команды соревнуются в синхронной гребле. Это очень весело и интересно. Так что мы видим, что мы сняли в шашлык. Мы сняли в шашлык. Мы сняли в шашлык. Мы сняли в шашлык. Рядом есть ларечки с едой, где очень много разнообразных продуктов. Мы зашли в один из них и выбрали холодные напитки. В общем, вот так прошел наш день. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.